Здравствуйте, друзья! Сегодня я бы хотел вам рассказать о одном из самых лучших защитников в интернете. Программа называется AdGuard. И чем же она лучше? Допустим, я рассказывал о программе, которая называется AdBlock на своем канале. И, как видите, вот здесь даже по сравнению уже видно, что достаточно больше AdGuard приносит. Также помимо AdBlock, значит, AdGuard предоставляет, или AdGuard, правильно, наверное, назвать программу, предоставляет, можно если так сказать, антифишинговые услуги. То есть он против фишинговых всяких сайтов. Для тех, кто не знает, что такое фишинг, это когда какие-то бандиты создают копию сайта, да, где надо вводить ваши данные, да. И тем самым они забирают ваши данные и вводят уже их в ваш аккаунт, и то есть крадут его, потом меняют, значит, пароль, да. Или просто вы вводите туда свои реквизиты банковской карты, они их умыкают и, естественно, пользуются ими для снятия денежных средств. Также анти-трекинговая услуга есть такая, анти-трекинга, противотрекинг. Значит, это когда пытаются просто умыкнуть ваши какие-то данные, которые вот вы куда-либо вводите просто, да, и их тоже злоумышленники могут умыкнуть. Ну и самая лучшая защита, это, естественно, против всякой рекламы, ну, аналогия с Adblock, блокировка запросов и рекламный материал. Ну, есть еще и четвертая особенность, это то, что AdGuard все-таки еще, он имеет родительский контроль, то есть позволит вам, значит, то есть вы можете настроить его так, что ребенку не будет доступа к сайту, значит, ну, естественно, с недетским содержанием. Ну, для того, чтобы скачать AdGuard, достаточно нажать на кнопочку, сгружается, давайте его сохраним, сейчас нет разницы, куда сохранять. Ну, и установим, устанавливается достаточно просто. Подтверждаем установку. Я, кстати, на одном ПК там, почему-то, не знаю, может, сам Windows повис, вот так началась загрузка, вот где-то вот в самом начале зеленая точка появилась и все. Я так долго ждал, думал, что там, ждал, думаю, установится, но нет, это действительно надо перезагрузить ПК и попробовать. Я перезагрузил и начал заново установку. Вот после чего действительно уже программа установилась. Так. Вот они условия. Естественно, никто не читает их. Создать ярлык. Закрыть Firefox. Давай, пускай он закроет Firefox. Так. AdGuard рекомендует продукты. Яндекс. Браузер. Есть. Уширение Яндекса. Ну, пускай будет поиск домашних. А менеджер браузеров у меня тоже есть. Ну. Далее. Далее. Подождем некоторое время. Блокировка интернет-рекламы. Ну, это мы знаем. Так. Можно посмотреть защиту от онлайн-угроз. Можно не беспокоиться о сайтах, которые пытаются обманным путем получить ваши персональные данные или заразить компьютер вирусом. Вы надежно защищены. Ускоренная работа интернета. Благодаря блокированию рекламы существенно снижается время загрузки сайцев и потребления интернет-трафика. Сайцев. Я оговорился. Вот. Устан... Так. Ладно. Не дочитали. Программка наша установилась. Ну, давайте еще. Спасибо за установку. Так. Блокировка рекламы. Это мы уже читали. Блокированные вредоносные фишернговые сайты. Виджеты социальных сетей. Нет, спасибо. Продолжить. Защита. Защитите ваши личные данные. Да. Наши браузеры позволяют вам в полной мере оценить защиту от Guard. Важнейший настройки сети. Ну и нажимаем завершить. Естественно, программа сейчас устанавливается. И как видите, справа внизу горит вот такой значок. И так видите, родительский контроль сейчас. Включим. Давайте. Как-нибудь простой пароль сейчас поведем. Вот. Так. Так. Вот детство. Можно поставить какой возраст у ребенка. Так. Ну и нажимаем назад. Вот. Anti-fishing включен. Anti-banner включен. Защита включена. Расширение включено. Детский контроль включен. Ну и теперь, смотрите, на Яндексе вот здесь обычно была реклама, как видите, под баннером. Теперь ее нет. Кстати, некоторые, может, тоскуют по рекламе под баннером, да. И стоит включить. И стоит включить. Да. Ну и сейчас попробуем идти на какой-нибудь недетский сайт. Недетский сайт. Так. Детский сайт. Детский портал. Детский сайт. Ну-ка, ну давайте просто как-нибудь вот так вот. О, видите. Даже поисковик ничего не нашел. Это, наверное... Это все же, наверное, родительский контроль включен. Давайте отключим его и проверим. Ну-ка. Так. Да. Все. Родительский контроль обратно включаем. И сейчас он заработает. И опять ничего. Вот. Все, он заработал и ничего мы не найдем уже. Вот так он даже действует, даже в поисковой системе. Вот так все происходит. Достаточно просто. И ребенок даже не будет знать о том, что что-то включено. Какая-то система защиты. Пароль. Не позволит никому изменить настройки от guard. Пограмма. Ладно. Так. Все. Значит, друзья, вот так вот при отключении родительского пароля потребовали пароль родительского контроля. Надеюсь, вам программа была полезна. Ссылку, естественно, оставлю в описании. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.